Высокие курганы, останки древних. Осколки керамики с незамысловатыми узорами. Слой за слоем археологи снимают с древних времен налет загадочности и по кусочкам собирают мозаику прошлого. Раскопки в центре трехсотлетнего города. По меркам истории страны на фоне тысячелетних Москвы или Казани Омск даже не подросток. Скорее первоклашка с портфелем, в котором из учебников разве что букварь. Кстати, литература художественная, о прошлом Омска рассказывает охотно. Острог, в котором Достоевский отбывал наказание, писатель подробно описывал в повести записки из мертвого дома. Кажется, что нового можно узнать про быт Катаржан. Находки делают свидетельства очевидцев достовернее. В этом году мы нашли слой как раз относящий к периоду 19 века. Это монеты Николая I. Одна вторая, одна четвертая копейки, значит, две копейки. Это деньги, особенно вот эти мелкие, хорошо укладываются в понимание подаяния, значит, помощи Катаржанам, когда им копеечку бросали. Но их тяжело сохранить, они мелкие, легко терялись. И такие монеты были найдены. Мы не исключаем, что эти монеты мог держать в руках и Достоевский. Это его время, эти демели хождения. А вот в письмах Достоевского найдена, есть информация, где он в письмах брату пишет, что да, да, мне нужны деньги, у меня есть возможность подкупить кусочек мяса и на кухне дополнительно изготовить. По меркам археологии эти предметы едва ли сокрыты, почти на поверхности. Такие оставляют для потомков. С другой стороны, если не начать сейчас, останки растворятся в современном городе. Никто не даст гарантии их сохранности в будущем. Такого фундамента исторического не так много. Важность этого вот объекта в том, что это подлинник, понимаете, это памятник-подлинник, это не новодел, да, это не обелиск или там непамятный знак. Если вот сейчас его никак-то не изучить, не законсервировать, да, этот объект, то высокая вероятность его разрушения. Раскопки здесь ведут по меньшей мере пять лет. За это время археологи нашли десятки предметов. Но что, если копнуть еще глубже и отправиться в доисторические времена? Каждый год археологические фонды музеев пополняются новыми экспонатами. Но иногда их приносят совсем не археологи. В 2008 году косторез Николай Перестов отправился на Северо-Омской области в Устишим на поиски сырья для новых статуэток. Но случайно наткнулся на мечту антрополога – бедренную кость человека, который жил больше сорока пяти тысяч лет назад. Мы по речкам, значит, когда вот вода падает, мы по речкам ходим. И это только вот тут, где инфраструктура есть, где дороги есть. Тут чуть-чуть, два-три километра в сторону, и там тайга, речки, которым даже названия нет. Мы оказались вроде бы вот… Можно сказать, это не Огнево, не пуп земли, но что-то вот все-таки ближе к пуповине эта находка такая, потому что, когда радиоуглеродный анализ этой находки подтвердился 45 тысяч лет. Представляете, что тут? Самая северная находка в мире, самая полная ДНК в мире человека разумного, нашего вида. И никто не предполагал, что он на севере здесь. Одна треть всех северных народов – ханты, манси, там, селькупы, там, зиряне, там, они имеют ДНК нашего устешимца. Представляете, это говорит о том, что отсюда человек никуда не уходил. Он здесь жил 45 тысяч лет назад. Во-первых, это самая древняя находка действительно останков человека разумного на территории России, да и не только на территории России. Во-вторых, где-то 55 тысяч лет назад человек разумный встретился с неандертальцами, неандерталками, в общем, вот таким вот образом. Это еще отодвигает. Еще один момент. Совершенно сенсационно выглядело место находки. Потому что не предполагали, что в этот период, в этом месте можно найти следы обитания человека, поскольку раньше считалось, что здесь было море, и, в общем-то, пройти было невозможно. То есть настолько изменились наши представления, что нужно переписывать школьные учебники. Эту кость изучали в разных странах – Германии, Швейцарии, Нидерландах. Ученым потребовалось несколько лет, чтобы в лабораторных условиях установить возраст этой находки. Генетики продолжают изучение обнаруженной в кости ДНК, чтобы заполнить пробелы в истории миграции современного человека. Датирование этой кости по радиоактивному углероду С14 сделали в разных лабораториях. Ученые между собой не общались. Все это было, так сказать, инкогнито. Ну, это специально делается, чтобы ученые не могли подыграть друг другу. Три лаборатории выдали один и тот же результат – 45 тысяч лет до нашей эры. Итак, в Омской области на севере, Устешим, да, были обнаружены, обнаружено присутствие человека современного вида, который жил 45 тысяч лет до нашей эры. Одной лишь бедренной кости недостаточно, чтобы говорить о том, как была устроена жизнь людей на территории современной Сибири 45 тысяч лет назад. Возможно, когда-нибудь у ученых появится больше материалов для исследования. Тем более, что ежегодно сразу несколько команд археологов изучают древние захоронения и поселения. Куда больше информации сохранилось о тех, кто жил в эпоху позднего железа и ранней бронзы, находки со стоянки у села Чернозерье – молчаливые свидетели жизни охотников и рыболовов времен неолита. У Черного озера люди не селились, а приезжали, как бы это назвали сейчас, на вахту. Добывали мех, запасали рыбу и с богатствами возвращались домой на территорию современного Казахстана. На этой временной стоянке археологи обнаружили кинжал, резьба на котором, по мнению ученых, служила охотникам-календарем, чтобы знать, когда возвращаться домой. А вообще освоение Омской области человеком, такое энергичное, основательное, такое результативное, падает на шестое-четвертое тысячелетия до нашей эры. Это Новокаменный век. Вот тогда заселяются берега РТШ, заселяются берега притоков РТШ, миграции, постоянные миграции. Смешение разных рас на территории Западной Сибири происходило в IV-V веках до нашей эры. В каменном веке здесь обитали предки венгров и народы угорской общины – ханты, манси. Советский академик Алексей Павлович Окладников считал Сибирь одним из первых центров антропогенеза. Именно здесь проходили волны миграции. Люди, населявшие эти территории, перешли от оседлости к кочевому образу жизни. В III тысячелетие до нашей эры приходит скотоводство. Скорее всего, скотоводство не было изобретено здесь, а его заимствовали у более продвинутых народов Казахстана, южных районов. И со II тысячелетия, конечно, коневодство. Коневодство. Лошадь становится тем животным, вокруг которого вращалась жизнь человека. Коневодство, разведение меньших масштабов крупного и мелкого рогатого скота – это «удел амичей» раннего железного века. Археолог Максим Грачев уже больше пяти лет изучает захоронения и поселения людей времен раннего железа. Люди не всегда были оседлыми. Были периоды истории, когда люди перемещались в пространстве. Один из наиболее близких к нам таких периодов – это великое переселение народов, начало I тысячелетия нашей эры, когда огромные массы людей переселялись. Они, естественно, переносили с собой и свою материальную культуру. Иногда они её меняли в процессе перемещения, перенимали материальную культуру других людей. Вот прям плавная-плавная линия, очень похожие приёмы элементов, которые взаимодополняют, взаимозаменяются, какими-то волнами исчезает, появляется снова. Что это прям поражает? Насколько цельной является эта нить, традиция в Западной Сибири? Оружие, конское снаряжение и звериный стиль. Так называемая «скифская триада» – характерные признаки общности этой культуры. Это ещё не государство, но это огромная общность. Это народ, который занимал большую часть территории современной России. И не только России, сопредельных народов тоже. Это не один народ, это разные кочевые племена, кочевники Евразии раннего Железного века. Это эскифы, это сарматы, это саки. Они жили на огромной территории от Северного Причерноморья до Китая включительно. И у всех у них были общие черты. У них был общий язык. Конечно, у каждого племени было своё наречие, свой диалект. Например, как есть у нас группа славянских языков, так и у них был в единой основе свой язык, свои верования. И так называемая «скифская триада» – это скифосибирский звериный стиль. Предметы, оформленные образами животных в различных канонических козах. Общность скифов описывал Геродот в четвёртой книге из цикла «Истории». Это основной письменный источник информации о жизни кочевников, обитавших в бассейне Северного Причерноморья. Древнегреческий историк описывал, как скифские племена расселялись, какими были их обычаи, одежда и способы передвижения. Многое из описанного Геродотом подтверждается археологическими исследованиями. Зима столь сурова, что восемь месяцев там стоит невыносимая стужа. В это время, хоть лей на землю воду, грязи не будет. Разве что, если разведёшь костёр. Море здесь и весь Боспор Кемерийский замерзают. Так что скифы, живущие по эту сторону рва, выступают в поход по льду и на своих повозках переезжают на ту сторону до земли синдов. Такие холода продолжаются в тех странах сплошь восемь месяцев. Да и остальные четыре месяца не тепло. Факты, описанные древними историками, требуют подтверждения. С суровым климатом летописцы не промахнулись. Докопаться до древности нужно между тем, как земля просохнет после таяния снега и до наступления холодов. Участие в раскопках – обязательная часть практики студентов исторических факультетов. У этой смены впереди две недели погружения в истории. Руководит практикой студентов Максим Грачев. Вместе с командой археологов из Уральского университета они изучают долину царей. Так исследователи называют территорию с большим количеством курганов. Это объекты культурного наследия федерального значения. В больших курганных могильниках сибиряки прошлого захоранивали вождей и знать. Вместе с усопшим в могилы укладывали жертвенных животных и ценные вещи. Драгоценные украшения, одежду, глиняные горшки. Потому захоронения и были интересны черным копателям. Археологов же интересуют недрагоценности. Куда важнее добыть ценную информацию о прошлом. Здесь достаточно большая, высокая плотность саргатских курганов. Есть и достаточно крупные насыпи. И до сих пор в районе села Новопокровка археологи не проводили раскопки. В ближайшие округи раскопки проводились и в Богданово, и дальше в Новооболоне. На территории Нижнего Омского района. Но именно здесь работы археологические раскопки ранее не проводились. Это первое. Второе. Здесь рядом с большими курганами царскими есть небольшой распаханный курган. Но он расположен именно по соседству с крупными насыпями. И мы решили, что было бы неплохо и достаточно интересно для начала такого большого научного проекта. Попробовать его раскопать. Здесь мы копаем распаханную, то есть частично уже уничтоженную в своей архитектуре насыпь кургана. Надеяться на какие-то значимые находки можно, но они будут лежать не системно, вне археологического контекста. И большая часть информации для этих находок уже утеряна. Просто потому, что курган частично уничтожен. Частью скифа сибирского мира считается и саргатская культура. Именно с раскопок этого кургана археологи начали изучение долины саргатских царей. Захоронение уже было повреждено в ходе сельскохозяйственных работ, и потому важно было изъять то, что оставалось в земле, и понять, каким было захоронение. Чтобы восстановить картину жизни ушедших эпох, важна каждая деталь. В какой части могилы был найден артефакт, как расположен ров и входы в захоронение. Желтый грунт, вот это вот пятно, это выкид. Когда яму прокапывали, ее прокопали до желтой глины, ее также выкидывали наружу. И вот этот желтый грунт, это выкид из самой могилы. Его граница, которая достаточно хорошо видна и здесь, и вот там, это, собственно, граница могильной ямы. В долине царей несколько десятков курганов. Чем больше размер насыпи, тем более знатным и важным для своей общины был человек. Часть этих захоронений в разные годы была потревожена. В 21 веке наткнуться на нетронутые древние могильники, большая удача, и команде Максима Грачева повезло. В 2022 году археологи приступили к раскопкам кургана Новопокровка-10. Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись. И никто не может их настичь, если только сами они не допустят этого. Ведь у скифов нет ни городов, ни укреплений, и свои жилища они возят с собой. Все они конные лучники и промышляют не земледелием, а скотоводством. Их жилища в кибитках. Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? В Кургане в разные периоды времени были похоронены два человека. Изучение могильников позволяет понять, как представители древних культур проводили погребальные обряды и сопоставить данные с тем, что описано в немногочисленных исторических источниках. Сейчас наиболее интересным является объект Новопокровка-10. Это оказалось очень сложное по своей структуре сооружение, поскольку на одном месте, по сути, было создано два кургана. Один более ранний, второй попозже. Нам удалось этот факт проследить, зафиксировать. И сейчас нам интересна именно конструкция этого сооружения, поскольку она позволит построить новые предположения о том, как саргатское общество реализовывало свои представления о погребальной обрядности. Мы знаем, что саргатцы переиспользовали уже существовавшие курганные могильники, и они могли функционировать на протяжении сотен лет. Но вот такое явление, что прямо на месте одного кургана было совершено новое захоронение, и этот курган был досыпан. Это довольно редкий случай. Раскопки кургана Новопокровка-10 растянулись на два года. Не тронутый расхитителями гробниц, объект представляет огромную ценность для исследователей. Все работы проводились вручную, бережно, без использования техники. На продолжительность раскопок повлияла и погода. Когда мы сюда приехали, мы два дня не могли, а то и больше, приступить к расконсервации раскопа, потому что он был залит ливнями. И для того, чтобы не разрушить тот остаток информации, который здесь еще сохранился, вот мы выжидали. Сейчас мы завершили расконсервацию здесь. Мы добрали те слои, которые не были добраны в прошлом году. И сейчас мы сегодня с утра делали зачистку по материку. Это такой археологический профессиональный жаргон, если можно так сказать. Для того, чтобы выявить все те объекты и получить контуры тех объектов, которые здесь есть в этом кургане. Археологи изучают прошлое по вещественным источникам, орудиям труда, одежде, постройкам. Останки же исследуют антропологи. Для сбора первичной информации о жизни человека им достаточно визуального осмотра. Для более детального анализа потребуется время и лабораторные исследования. Почему мы можем сказать, что это мужчина? У него очень хорошо развиты надброви. То есть это один из признаков. Но, разумеется, мы определяем пол индивида комплексно. И самым показательным являются череп и тазовые кости. То есть здесь у нас тазовых костей не приставлено, поэтому все, что мы имеем, это череп. Также здесь мы видим сосцевидные отростки, которые довольно хорошо выражены. И еще мы видим, как здесь хорошо выражен затылочный рельеф. То есть сюда у нас крепятся шейные мышцы. И мы можем сказать, что мы знаем, что у мужчин этот рельеф выражен намного сильнее, чем у женщин. Мы работаем в рамках той научной темы, которая реализуется в нашем институте, Институте истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. И она посвящена изучению древних обществ вплоть до Средневековья Урала и Западной Сибири. Поэтому, следуя с одной стороны этой общей цели, мы ставили для себя задачи, которые бы соответствовали современному уровню изучения или современному состоянию археологической науки. Поэтому здесь и присутствуют специалисты из различных российских научных центров Москвы, Тюмени, Екатеринбурга и Омска. Предметы, найденные в захоронениях, рассказывают не только о жизни людей на одной конкретной территории, но и об их отношениях с соседями. От скифов дары принимают ближайшие соседи. И каждый народ всегда передает их все дальше и дальше, вплоть до Адриатического моря на Крайнем Западе. Оттуда дары отправляют на юг. Сначала они попадают к Додонским эллинам, а дальше их везут к Малийскому заливу и переправляют на Евбею. Здесь их перевозят из одного города в другой, вплоть до Кариста. Дело в том, что с первого тысячелетия до нашей эры, с раннего Железного века, уже сложился, функционировал, очень продуктивно функционировал Великий Сибирский торговый путь. Который шел вдоль Иртыша. Ведь у саргатцев неслучайно археологи обнаруживают бесконечное количество китайских вещей. Шкатулки, покрытые лаком, мечи, украшения. Китайский товар, кое-какие аналогии сразу приходят в голову, как сейчас, так и тогда, в больших масштабах в раннем Железном веке. Поступал. Шел вдоль Иртыша, ну, скажем, дальше Устишима и затем в Восточную Европу поступал. В древности торговля шла по другим правилам. Сибирский торговый путь был частью Великого Шелкового пути. Геродот подробно описал шелковые ткани, которые были известны на Востоке. Находки из курганов в разных частях Сибири свидетельствуют о том, что вожди кочевых племен обладали такой же неограниченной властью, как и правители Ахменидов, и были вовлечены в торговые операции и коммерческие сделки на всей длинной дистанции шелкового пути. Наши вещи, наверное, действительно носят некоторый такой характер античный, потому что на территории нашего региона находится самая северная колония, греческая. Это древний город Танайс. Мы, кстати, привезли предметы из этого места тоже. И, конечно, это предметы, которые были созданы либо Грецией, либо греками, либо привезены как-то, в общем, имели отношение, или из Боспора они были привезены, или из каких-то таких вот регионов. И, конечно, в большей степени мы испытывали это влияние античное, нежели, скажем, Сибирь или Урал, да, это понятно географически. Несмотря на то, что массы огромные перемещались, и, конечно, все это варилось в огромном таком котле истории. И нужно хорошо понимать, что разные вещи разных видов и разных категорий использования, они имеют свою динамику для распространения. Например, предметы вооружения, они распространяются очень быстро, если они удачны. То есть вот если появляется какой-то предмет вооружения, какая-то сабля, которая дает преимущество в сражениях, в боях, она сразу, почти мгновенно становится популярной. В течение одного, полутора, двух поколений она распространяется на очень широкую территорию. Появляется какое-то дающее преимущество в боях на конечник стрелы, он тоже достаточно быстро распространяется. Это вот как с автоматом Калашникова. Это он изобретен в Советском Союзе. Наибольшее количество, по-моему, произведено в Китае, а помещен он на гербы и флаги африканских государств. И на ковры в Афганистане. Он в этом смысле не является каким-то национальным видом вооружения. То же самое было в древности. Отдельные виды вооружения, они очень быстро могли распространяться. Как защитного, так и наступательного. Копаться в сибирских землях начали задолго до становления археологии как прикладной науки. Омской археологии, например, уже больше 300 лет. Отсчет ведут от 17 века, когда черные копатели в поисках драгоценностей разрывали могильники. Омская археология, как и сибирская археология, она имеет глубокие корни. И если говорить о ее зарождении, той археологии, которая на Омской земле, то можно, пожалуй, назвать 17 век. Когда русские поселенцы или первопроходцы начали осваивать сибирские и омские земли. И поскольку они попали в страну, скажем, язычников, страну, где не было православия, то они начали так достаточно активно грабить курганы. Грабить курганы с вполне определенной целью. Эта цель была обогащение, извечное стремление человечества. И несмотря на то, что мы, профессиональное археологическое сообщество, их ругает, осуждает, мы не будем забывать, что это 17 век. Что это были люди, которые не сидели на студенческой, на университетской скамье. Бугровщики в погоне за богатством разрушили немало древних курганов в Сибири. Найденные в захоронениях драгоценные металлы они переплавляли в слитки и монеты. Но все же часть награбленного удалось изъять. Украшения стали частью коллекции Петра Первого. До конца во многих случаях было непонятно происхождение этих предметов. Потому что, так как, я вот и говорю, они были добыты грабительским таким способом, то никакой, конечно, научной документации не велось. И неизвестно, где, как, в каких памятниках они были добыты, раскопаны, откуда они происходят. И вот раскопки 80-х, 1980-х годов саргатской археологической культуры на территории Западной Сибири и, в частности, на территории нашего Омского приоритыша тоже позволили приоткрыть занавесу тайны, связанную с происхождением вот этих предметов из коллекции Петра Первого. Первые научные раскопки с введением дневников и фиксацией находок проходили в Омске уже в конце 19 века. Экспедиции руководил Александр Плахов, ученый и чиновник при генерал-губернаторе, окончивший восточный факультет Санкт-Петербургского университета. На окраине города Омска, там, где ныне нефтезавод, в 1893 году провел раскопки курганов. Курганов раннего Железного века провел, подчеркну, научно. Материалы, как полагается, он доставил в тогдашний музей при Западно-Сибирском отделе императорского русского географического общества. В 20 веке археологическая коллекция из музея при Западно-Сибирском отделе императорского русского географического общества перешла в фонды историко-краеведческого музея Омска. Сегодня коллекция артефактов, а это более 32 тысяч единиц хранения, рассказывает о жизни человека на территории Омской области во все исторические периоды, от эпохи позднего палеолита до нового времени. Сибирские артефакты — ценные свидетели прошлого. Чтобы жители разных регионов могли лучше понять, как менялась и развивалась цивилизация по всей территории страны, находки отправляют в музеи других городов. В фондах исторического музея Москвы, например, около 30 тысяч единиц хранения в секторе раннего Железного века и раннего Средневековья. Основную часть коллекции составляют материалы, которые были переданы в конце 19-го, начало 20-го века археологической комиссии, которая ведала всеми раскопками на территории Российской империи. В 70-х годах 20-го века из института археологии нам были переданы коллекции из раскопок Могильникова в 1969 году в Омской области в Стрижевских курганов. Коллекция небольшая, это всего 28 предметов. Основные наиболее красивые предметы представлены в витрине в седьмом зале. Витрина посвящена эпохе великого переселения народа на территории как раз юго-западной Сибири. И часть коллекции небольшая осталась у нас в фондах храниться. Это вот два сосуда, перстень золотой и блюда с остатками охры. КОНЕЦ Археологи Сибири изучают разные временные периоды, чтобы остановить картину прошлого. Сергей Татауров руководит раскопками в Таре, старейшем городе Омской области уже почти 20 лет. За это время ученые смогли восстановить очертания Тарской крепости, нашли фундамент храма и других строений города. В этом году, конечно, мы выполнили то, зачем ехали. Мы три года шли к Успенскому собору. Это самый центр Тары. На этом месте была раньше деревянная церковь, которая была освящена 15 августа 1595 года. Это дает нам возможность уточнить его полностью конфигурацию. Это раз. А во-вторых, на этом месте можно сделать достопримечательность города. Вот в 1721 году, вот здесь рядом, на открытой площадке, четвертовали зачинщиков бунта, да, вот, Тарский отпор. Поэтому вот это действительно здесь творилась история на каждом метре. И мы очень рады, что мы дошли до этого и получили возможность все это исследовать и восстановить. И планиграфию событий, и хронологию, в общем, все. У основания собора археологи обнаружили христианское кладбище. Если в захоронениях кочевых племен было много предметов быта, то здесь только останки и нагрудные крестики. Потому ученые уделяют большое внимание изучению жилищ, где сохранились оружие, украшения и предметы быта, которые можно найти лишь в домах. Что особенно полезно мастерам военно-исторической реконструкции. Сейчас мы находимся в посадской части Тарского острога. Вот здесь как раз вокруг себя вы видите густозаселенный участок, концентрацию зданий. По ним можно судить, какая была плотная застройка в Таре. То есть вокруг было поле кочевников, да, то есть их было много. Война могла прийти в любую минуту. И очень долго Тара была вынуждена жить в очень стесненных обстоятельствах за острожными стенами. И вот здесь вот погреб, вот погреб, вот, вот. То есть они... И по факту даже нет улиц, а есть некие такие, по большому счету, лозы между домами, которые выполняли функцию улицы. И, конечно же, каждый этот памятник, он безумно информативен. Вот очень интересный раскоп, это подпол, погреб здания, избы. Вот когда он был почищен, такое ощущение, что оттуда только-только вышли торчания. Там очень хорошая сохранность бревен, лестница, спуск в подпол, специальные бревна, на которые ставились, бочки с солениями. То есть ты заходишь и ты понимаешь, вот перед тобой хозяйственный интерьер, где хранилась еда. А вот здесь вот немножечко вот за этим кабелем, вот за небольшим таким гребнем земляным находится изба служилого человека. Эта изба рассказывает целую биографию человека, жившим здесь в первой половине 17 века. Там найдены письменные принадлежности, перочинный нож, он был грамотный, и специальные щипчики, чтобы ухаживать за восковой свечой. Восковые свечи тогда были очень дорогие, поэтому это такой, можно сказать, признак очень образованного человека, достаточно высокого статуса в военной иерархии. Там найдена бусина итальянского производства, представляете, то есть, который он подарил своей жене. Обломок сабли, заготовки для пуль. И всё это вот в одной временной период, в одном слое. Это изумительно, это информативно, и каждый год мы эти сокровища достаем и удивляемся, что мы тут раскопали всего лишь небольшую часть. Раскопки в городах осложняются застройкой и проложенными коммуникациями. Но Тара слишком интересный объект для исследования, поэтому археологи продолжают изучать её землю, а на помощь им приезжают исследователи и любители истории из других регионов. Мы добровольцы, но у нас тоже всё это профессионально. Просто чуть поменьше объём раскопок. И вот этот слой за слоем снимать и находить какие-то реальные артефакты, это, конечно, очень увлекательно и интересно. У меня дочка приехала, 6 класс. Вот она рассказывает, что вот, ну, я вот кирпичи вот эти вот она чистила 5 дней. Вот. Её похвалили, она, значит, вот меня похвалили. Потом мы, говорит, щёточками бабушку чистили, мы там ещё что-то. Ну, то есть вот она уже фотографирует эти скелетики, посылает родным. Для многих волонтёров это первый опыт и большое приключение. Я думала, кто это, как зовут этого человека. Бабушка это, дедушка это, как определить возраст. А девчонка подходит, ну, она эксперт, говорит, это бабка. А я до этого скелет свой называла Василием Тарским. Ну, так у нас какая-то такая есть фишка, имена давать. Ну, мне пришлось новое имя искать, стала Василиса. Все объекты, даже самые мелкие осколки керамики получают свой идентификационный номер. Их упаковывают в плёнку, коробки и увозят в хранилище. А самые интересные находки отправляют в лаборатории. Уже первичная обработка прошла, то есть у нас отдельно запакован скелет, у нас в руках только череп. За два года у нас около ста захоронений исследовано. Мы все говорили о том, что голодно было в Таре. Очень далеко Тобольск, на путях Кучумовичи. И нужно было подтверждение. Нужно было подтверждение, мы его нашли. Практически у всего взрослого населения была цинга. То есть не хватало продовольствия, не хватало какой-то зелёной пищи, растительности и так далее, витамин, скажем проще. У всех цинга. Мы археологи. Мы пока в руках всё не подержим, пока не увидим, что действительно ты недоедал, то это самое... И можем и не поверить письменным источникам. В прямом смысле восстановить историю помогают реставраторы. Подобрать правильные средства для обработки, убрать частицы земли, малейшая ошибка и ценные артефакты могут быть повреждены. Среди прочих находок в основном это были крестики, было несколько пуговиц, был найден вот такой мундир. Для наших почв очень не характерна сохранность, сохранение ткани, потому что ткань – это материал органический, он довольно быстро разрушается. Для сохранения ткани нужны определенные условия, которых у нас просто нет. Но тем не менее, так удачно получилось, так удачно легла крышка гроба, что мундир законсервировался и сохранился. Здесь видно разные участки с разной степенью деградации. Например, плечо практически не пострадало, здесь даже шов при желании можно увидеть. Здесь лежала рука при сливании мягких тканей. Этот участок очень сильно пострадал. Снятие проводилось методом монолита на жесткую основу с подведением деревянной пластины под захоронение. То есть вырезалась часть и снималось все вместе с гробом, с костяком. Потом все это дело мы перевезли в лабораторию, медленно высушили, потому что влажность была достаточно высокая, для того, чтобы грибка как можно меньше появилось. Грибок в любом случае появится, потому что это грунт, грунт нестерильный. В итоге нам удалось снять уже непосредственно сам мундир с костей и получить пока такую аморфную структуру, но в дальнейшем мы планируем его восстановить, насколько это возможно. Дмитрий сам участвовал в раскопках. Говорит, что после вскрытия гроба был запах тлена. Это не свойственно для захоронений, которым уже больше 200 лет. Благодаря климатическим условиям сохранились ткани костюма и частицы кожи. Здесь фрагменты тлена из позвоночника поясничного отдела, на который, возможно, попал раствор при обработке. Здесь проба из позвоночника грудного отдела, куда раствор не попадал. И здесь фрагмент кожи с мизинца правой руки вот с этой вот части. Археология – наука, которая постоянно развивается. Ученые не стараются разрыть каждое захоронение сегодня. Наоборот, сохраняют курганы для исследователей грядущих поколений. Потому что с развитием технологии появляются и новые возможности. Например, недавно создали технологию, которая позволяет по остаткам нагара на керамике выяснить, чем питались наши предки. Любая наука, она развивается динамично. Но эта динамика всегда не является постоянной величиной. Ее нельзя зафиксировать и заставить науку развиваться линейно с одной скоростью, в одном направлении. В любой сфере человеческого знания открытия, новые научные, они происходят с рывками, скачками. Сначала копится, копится, копится знание, потом оно выплескивается, и мы получаем какие-то новые методы, новые результаты, достигаем каких-то новых горизонтов. Предугадать эту динамику невозможно. Но поскольку есть поступательное развитие новых методов, то каждые пять лет Институт археологии Российской Академии Наук разрабатывает новое положение с учетом опыта, который за пять лет произошел. Это позволяет с одной стороны сохранить то хорошее, что было до, новое положение в базе своей сильно не меняется, но туда включаются новые методы, новые подходы, либо включаются новые требования, составление отчетной документации, например. В прошлом году новое положение приняли, с первого января этого года оно начало действовать, и мы сейчас привыкаем к новому положению. Отчеты в этом году мы готовим уже в соответствии с требованиями нового положения. Это не всегда удобно, особенно в переломный момент, но оно заставляет более ответственно подходить к работе каждый раз. Ну и требования, да, они сами по себе повышаются. Соответственно, приходится постоянно чему-то учиться, постоянно обогащать свои методические навыки и соответствовать этим новым требованиям. Студенты Омского педагогического университета тоже используют новые технологии, создают виртуальную реальность, в которой оживают представители саргатской культуры. Мы в такой эре, когда есть те же ТикТоки, игры, мобильные, и дети больше там сидят, а вот такой подход может спокойно приведить детям, школьникам любого возраста к изучению. Допустим, если будет интересный сюжет, какой-то интересные механики, то они спокойно будут дальше изучать ту же саргатскую культуру. Это для нас новый опыт, это то же самое, что реконструкторы, которые в современности сейчас реконструируют какие-то бои, они сами шьют, мечи ковать и так далее. А вот мы как раз учимся реконструировать в 3D, в игровом формате именно, и в VR, что, в принципе, тоже считается реконструкцией. Сейчас студенты собирают информацию, чтобы в деталях воссоздать образ жилища, одежду и облик людей прошлого. Они изучают 3D-моделирование, анимацию и другие современные технологии. Последнее время, ходя по музеям, я поняла, что это такой немножечко, не то чтобы умирающий формат, но формат, который перестал быть интересен. Не очень хотят туда эти школьники, собственные взрослые, не очень любят туда ходить. И вторая составляющая, у нас ведь сельские школьники, в отличие от городских, не имеют возможности в эти музеи ходить. И, с одной стороны, мне захотелось археологический материал принести сельским школьникам, но не в том формате, в привычном, музейном формате, где ничего нельзя потрогать, ничего нельзя сделать, а вот в таком формате передвижной выставки, с элементами VR, где можно что-то попробовать сделать руками. У нас еще к выставке прилагается мастер-класс по изготовлению копий древней керамики. Вот они могут посмотреть, как это делалось, они могут слепить это, как бы это сделали сегодня, и слепить в VR-шлеме, в виртуальной реальности, как это будут делать завтра. Если мы разговариваем с людьми далекими от истории, от археологии, когда спрашиваешь, что вы помните о древности омской земли, вспоминают Колчака, и максимум, куда простирается наш взор, это до Ермака. А что было до Ермака? Ничего. А, собственно, и Ермак сюда принес государственность. Да нет, не так. Об археологии и раскопках многие узнают в детстве из фильмов о приключениях кладоискателей. Но образ героев, которые уворачиваются от ядовитых стрел и пролетают над пропастью на лианах далек от действительности. Однако археологам из мира реального тоже приходится героически справляться с трудностями – палящим солнцем, многочасовой и тяжелой работой. И готовиться к жизни в археологическом лагере нужно основательно. В первую очередь ментально. Ценные находки не будут попадаться каждую минуту. Путь к большим и значимым открытиям не бывает прост. Порой до важного нужно докопаться, а если устанешь и покажется, что работа движется не так, как загадывал, на выручку придет романтика походов. Атмосфера единения напоминает, что шанс на открытие будет у каждого. Главное – быть преданным делу и не сдаваться. Завязываем глаза. Завязываем глазки. Соберитесь вместе, не то погибнете! Бегом, бегом, быстрее! Я вообще не понимаю, где будет уход. Шаг вперед! Я нашел спать. Я ничего не покажу. Первый ей! Аккуратно, вы сошел! Срабай, 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 срабай! Даже двухнедельная практика способна сделать из студента, если не профессионального археолога, то уж точно человека, который знает, что такое нелегкий труд. Даже двухнедельные смены в памяти студентов останутся навсегда. Много ли еще тайн скрывает земля? И сколько открытий ждет ученых будущего? Археологи уверены, что несмотря на десятилетия раскопок под слоями прошлого скрыто еще очень много интересного. Ведь Сибирь была многонациональным котлом истории, и исследователи готовы ежегодно погружаться в прошлое, чтобы искать и находить детали, восстанавливающую картину жизни предков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Игорь Негода999 Ей Субтитры сделал DimaTorzok